Весна пришла, обнажив многие проблемы, которые скрывались под снегом. И вступить в них можно обеими ногами. Любители животных активно выгуливают их вдоль набережной, не всегда задумываясь, какой след оставляют. Я собаку выгуливаю сначала в каких-нибудь там далеких кустах, чтобы потом сюда можно было прийти, и чтобы собака здесь не сходила в туалет, не дай бог. Потому что здесь центр города, все убрано, все красиво. Поэтому непозволительно здесь собакам ходить в туалет. Собаке не объяснить, что справлять свои нужды в прогулочной зоне – дурной тон. Поэтому, чтобы сделать прогулки вдоль набережной приятнее, организаторы благотворительного фонда «Ива» предлагают владельцам животных убирать за своими питомцами. Здесь пакет бумажный. Мы специально выбрали бумажный, потому что это более экологичный вариант, чем пластиковый. Вот в нем внутри такой совочек, чтобы было удобно вынимать и не испачкаться никогда. То есть все максимально удобно. Совочек убирается вовнутрь и дальше выбрасываем. Таких диспенсеров с бесплатными бумажными мешочками для уборки собачьих отходов вдоль набережной от Театрального до Самойловского моста. Развешено уже 12. Если идея «Ива» фонда будет поддержана горожанами, то такие док-пакеты появятся и в других местах города. Главное – не стесняться. Я думаю, что это классная идея. И наконец-то цивилизация пришла к нам в город. Будем пробовать. Надеюсь, не только я, но и все остальные владельцы животных. В этом прогулочном сезоне будет заметнее озеленение на набережной. Деревья и кустарники на участке между Соковским и Самойловским мостами высадили прошлой осенью. Всего более 800 растений. В этом году они уже зацветут. В общей сложности благотворители выделили на озеленение и уход за растениями около трех миллионов рублей. Это все было сделано в рамках проекта для юбилея города. И здесь высажены яблони, спиреи, ивы, также клены и боярышник. Только кустарники, деревья? Да, пока только кустарники, деревья. Но, возможно, мы в дальнейшем еще и сделаем какие-нибудь цветники здесь. Пока что думаем. Большой проект задумал благотворительный фонд в этом году. Сделать из Иванова цветущий город. Запустили одноименный конкурс. Первым этапом участники, физические лица, образовательные организации, предприятия, ТОСы пройдут обучение по ландшафтному дизайну. У нас будет большая образовательная программа, бесплатная, естественно. Чтобы в ней поучаствовать, нужно подать заявку на конкурс до 5 мая. Обучение у нас будет проводиться с 10 мая два раза в неделю, всего шесть занятий. Также будет у нас консультация от специалистов, то есть можно будет их получить, уже посоветоваться по своему проекту, какие-то корректировки внести. После обучения участники смогут выбрать любую территорию, которую хотят привести в порядок и благоустроить ее. Я уже несколько лет у себя там во дворе по мере сил стараюсь как-то благоустроить территорию около дома. К сожалению, помощи от жителей найти не удается, поэтому все приходится делать практически в одиночку. Надеюсь, что подобные конкурсы, они помогут найти не только мне сторонников, но и большего количества людей привлечь к этой теме. Итак, до 5 мая на сайте ivofond.ru нужно подать простую заявку. После пройти обучение, по итогам которого будут выбраны лучшие проекты озеленения. И благотворительный фонд поможет победителям с посадочным материалом. Участники за лето оформят свои цветники. Финал конкурса пройдет в сентябре и будут выбраны уже лучшие клумбы.